Доброе утро всем! У меня какой-то обрал сегодня. Во-первых, там муж устанавливает нагреватель воды. Мне нужно, я уложила сейчас, пока он устанавливает, у меня там клиентка сидит, ждет. Я сказала, что у меня нет воды, и она говорит, я отсюда не уйду, делай что хочешь. Ну и шутка, да? Потому что муж сказал, через полчаса сделает. Еще одна кто же звонит, я без покраски головы не могу, так что хоть в чайнике нагреваю, у меня есть чайник. В общем, блин, не знаю. Как назло как-то прям все знаете. Ну что, аллилуйя, сделан. Прям как раз пришла я от одной клиентки, а вторая тут сидела, телек я и включила. И муж как раз закончил. Прям в один момент, представляете, как здорово иметь. Муж, который все умеет. Потому что я вообще не знаю, куда бы надо было бежать, чтобы его делать. И что бы, как бы новый, наверное, покупал бы. Так опять я же его устанавливать не умею. В общем, вот так вот. Такие вот дела. Но главное, что все. Потому что, я говорю, клиентка звонит. И мне есть чайничка. У меня здесь есть и чайник, и микроволновка. Но дело в том, что мы-то вот тут вот убрали этот нагреватель. Вода-то отключили. Вот, чтобы она не текла. Это надо было чем-то затыкать. Это тоже как из чайника. В общем, слава богу, что все разрешилось. Потому что, знаете, одно дело дома, когда у тебя нету, там и как-то и грязный походишь. Другое дело на работе, когда к тебе идут люди, а ты постоянно отказываешь. Знаешь, тоже скажут, да пошла ты, пошла я это. Пошла я к другому. В общем, вот так вот. Продолжаем работать. Я уже не верю, что такое может быть. Вода есть горячая, зато нет света. Свет отключили. Я позвонила сестре. Она здесь работает. Говорит, Света нет. Пришел сосед узнать, есть ли свет. Нету Света. Как так? Свет отключили. Сестре сказала, чтобы она позвонила, узнала, чё, почём и как. Посмотрим. Экстремальная какая-то работа. Представляете? Клиентка одна сидит у меня, на работе. А вторая, вот пришла я, которая домой. Надо ей бегу, девушки брать. В общем, трындец. Света нет. Уже почти час. Такого у нас рода не бывает. Жесть какая-то, знаете. Привезла клиентку домой. Думала, что у неё дома есть свет. И думала, говорю, я тебя уложу дома тогда. У неё завтра мероприятие намечается. Пришли к ней домой. Но ещё не пришла в подъезде. А у неё Света тоже нет. Представляете? А это уже другой район. Это уже внизу. Прямо за полицией. И Света нет. Я говорю, ну, это... Хотела ей, как бы, ну, деньги отдать, да? Я же, как бы, не это... Она, не, не, ты что? Нельзя так делать. Вроде ты же не виновата. Я говорю, ну, говорю, когда захочешь, приходи, я тебя... А где мне Чарли? Блин, там полиция. А Чарли сидит непонятно где. За игрушку пойдёт. Не знаю. Видите, где он сидит? Вон он. Сзади. Чарли, баха ты дай. Чарли, баха ты дай. Ай. Ещё у нас не хватало. А я и смеюсь, говорю. Вчера у меня не было воды горячей. Сегодня у меня нет Света. Блин, я говорю, завтра привезу эти баклажки с водой. Потому что только осталось, что воду мне бы отключили, и всё. А так каждый день это... Мне сегодня тоже одна клиентка звонит. Я говорю, нету воды, Света, представляешь? Она такая, ой, блин. Я говорю, приходи завтра. Потому что что я могу сделать? Так вот. И чё-то какая-то... Позвонила сестра в эту службу, там, где Свет. А они даже не знают, что у нас Света нету. И это... Какая-то поломка, наверное, серьёзная такая получилась. А я фен везу, все дела. Расчёски, чтобы уложить женщину дома. Как надо выкручиваться? Иначе клиентов потеряешь нахрен всех. Вот так вот, друзья. Кому домой пойду? Кого домой отвезу? А что делать? Что мне делать? Я не знаю. Полюбила и страдаю. От чего страдания? Рабочую маску он увезла. В общем, сейчас поеду в Алькампу заеду. Раз времени у меня ещё есть. Куплю чё-нибудь. Вернее, ничего-нибудь есть. Небольшой список. Чуть жарко. У нас сегодня хорошая погода. Утихый воздух, ветер. Ну, какой-то день нервный. Вот из-за этого Света. Так долго у нас вообще... Чтобы там отключать могут, там, знаете, на 5 минут. Так, ладно, выкрутились. Главное, что клиентов не растерять. С этими проблемами. Вот в чём проблема. А не то, что там они денег подерживают. А так вот. В общем, едем в Алькампу. А ещё я сегодня приехала без кошелька, друзья. Тележка дома стоит. Кошелёк забыла. Ну, деньги-то хрен с ними. Ну, там, например, права мои. Все дела, в общем, как-то... Сегодня день какой-то... Знаете, в Испании... Это... Ой, что-то такой жидкий. Мужчина, не копитесь. Мартус. Вторник, 13-й. Это у нас, как у всех, пятница 13-й. А у них вторник 13-й. А сегодня пятница, видимо, какая-то непонятная. Что вот как-то непонятно. А, ну, понятно, что я без кошелька ушла. Потому что спешили. Смотрите, какие сыры, наверное, вкусные. Я как-то вот к сырам равнодушна. Хамоны. Ох, какой сыр. Французский какой-то. Выглядит очень даже аппетитно. Это типа Маздама. Прикольный. Вот. Кольчонок продают. Так. В общем, да, день у меня сегодня. Жесть. У меня еще сегодня вечером подружка приехать должна. Блин, не могу мимо цветов пройти. Ой, еще клубничка. Ой, какой здесь букси, да. Подружка должна приехать. Мне вот такой цветок нравится. 14 евро стоит. Так что. Еще, может быть, что-то еще интересно. День еще не закончен. А зачем я иду? А, мне нужен творожный сыр. У меня закончился на завтрак. В общем, друзья, отключаюсь. Потому что мозги не работают. Я ни хрена не помню, что мне надо. Но мне что-то надо. Я, в принципе, как всегда пошла за творожным сыром, друзья. Ели пру. Ай. Вот так. Поэтому я люблю с тележкой ходить. Потому что мы вот такие женщины. Пойдем заодно вещами. А понаберем. Всего до всего. Ведь это так. Показать, что купила. Сейчас приду, конечно же, покажу. Что, кстати, там не улетел. Не улетел. Разные вкусняшки. Иду. Вот так и иду. Потихонечку. Сначала, знаете, в руках носила. Потом взяла такую тележку. Тамошнюю. Потому что тяжело. Я специально взяла так, чтобы много не набирать. У меня тут целая парикмахерская на дому. Капец. Я же с феном ехала. Со всеми делами укладывать женщину домой. Ты можешь счастье? Вот так. Ну что, это место или какая-то? О, смотрите. И фен. И заколки. И полотенца. Да, Чарльз, скажи, все у тебя там. Еще и пообщалась с клиенткой. Пока покупала. Пока покупки делала, клиентка. Напросилась. На субботу. После обеда. Я говорю, да, конечно. Если ничего не отключат. Можно и приезжать. Чарль, охранник, охранник. Он когда один, ему все по барабану. Чарли. Такое ощущение, что у меня что-то скрыто. Ладно, все, друзья. Домой кушать. Пока разогревается супчик. Сейчас покажу вам, что я купила. На 27,68. 27 рублей 68 копеек. Как-то так. По мэлу. Посмотрим. Думаю, может быть, оно меня не обманет. Как в прошлый раз. Много кожуры, мало. Я вообще люблю вот такие вот по мэлу. Они очень классные, вкусные. Мня-мня-мня. Оно 2,89 стоит. Поштучно. 2,89. Взяла яблоки вот такие. Они даже пахнут. И они не обработаны воском. Поэтому они не такие блестящие, а похожи на обычные яблоки. Они у нас стоят 1,56 вытянули. А килограмм у нас... Твою мать! Это яблоко надо уже сожрать, потому что оно отбившееся. Килограмм 1,99 стоит. У меня будет полдник. Так. 2 авокадо взяла, которые вытянули на 2,59. Один попробую. Вот такой более мягкий. Вот уже скоро поспеет. Мой сам лосось там уже там поспел. Его можно кушать. Ему нужно будет водить и делать с лососем. И вы знаете, вот эта вот хурма, которую нам принес муж, ему кто-то дал, она садовая такая, скажем, да? В саду растет. Она рот вяжет. А вот покупная в магазине почему-то рот не вяжет. Вот странная ситуация. Положила в морозилку пару штук. Старый дедовский метод. В общем, кладешь в морозилку, и тогда они сладкие. И супчик разогрелся. Сейчас, мой хороший, сейчас, сейчас, может быть, не разогрелся, надо посмотреть. Они совсем разогреты. Поставила еще на минуточку. Продолжаем. Так, вот да. Хурма, значит, 3 штуки. Она у нас рубль 41 вышла. Хлеб надо печь. Этот для тоста взяла вот муку, потому что, вы знаете, у меня всегда муки не хватает. Вот 92 копейки. Взяла сухие дрожжи. Вот смотрите, левадора де панадерея это сухие дрожжи. А есть левадора кимика, это разрыхлитель. Вот в чем разница. Вот это вот де панадерея, это вот сухие дрожжи. Они стоят рубль 49. Взяла, переходим сюда, творожный сыр. Творожный сыр, да. Рубль 49. Два штуки. Во всех ппшных тортиках и десертах рисовая мука находится. Вот купила рисовую муку. 99 копеек. Сколько здесь? 500 грамм, полкило. Взяла сметана. Шман 24%. Она у нас стоит, мне вот эта нравится, рубль 39. Это кисленькая такая сметанка. В общем, вкусненькая. Никакая там не йогурт, ничего, а наша сметана. Вот. Так, мант паста рейн. Это, наверное, что такое? Так, ладно, пока что будем понимать. Это для сэндвичей сыр муж на ночь иногда ест сэндвичи, поэтому вот взяла. Рубль 35 стоит. И нато, а сукород? Господи. Наверное, вот этот йогурт стоит 52 копейки, да, 4 штуки. Вот такой творог попробовать взяла, там, рубль 59. Вот этот вот творог взбитый с йогуртом 2,05, чтобы сделать какие-нибудь ппшные тортики. Вот. И, наверное, вот этот вот рубль 99 такой вот десерт для меня. Не знаю, йогурт, не йогурт, йогурт. Ну, какой-то вот такой, вот он там, видите, 0,9, материя, класса, все дела. А, а манты кей, я вам говорила, а это манты кей, манты кей, рубль 99. Вот, масло сливочное, рубль 99. Ну, как-то так, вот такие, а, ананасик вот на рубль 97 вытянул. Вот, еще что взяла. И все, больше ничего. Пошла я кушать, сейчас уберу все это в холодильник. Масло это тоже для для какого-нибудь тортика пепешного. Вот. В общем, все у меня пепешное сейчас будет, да? Я же такая молодец. Ой! Твою мать! Все летает. Снег кружится, летает, летает. Йогурт, йогурт. Сейчас, наверное, десертик вот этот кушаю после супчика-то. Как-то так. Больше нечего убрать фруктики. Чарли пошел загорать. У меня вот этот вот шкаф, видите, в разложенном состоянии, надо его занести. Вчера ураган был, и он бы у нас улетел. А сегодня вроде бы нормально. Можно уже поднять и собрать, но все равно его надо же пришпандорить к стене, потому что улетит. У нас там снег кружится, летает, летает. Да. Что-то я, наверное, сбудоражилась и не могу никак успокоиться. Меня несет, прет. Варю себе на завтрак кашу, на завтрак пшенную. А вот параллельно ананас чищу, чтобы он дальше не лежал, переспевал. А еще я залезла вот в этот вот ящик и вот тут наверху все у себя разобрала. Смотрите, тут у меня все для выпечки, там у меня всякие китайские штуки, удон, там рисовая лапша, здесь у меня всякие вот крахмал кукурузный, овес, кускус, в общем, разобрала кое-как эту полочку и она прям полупустая остала, представляете? Вот. Пауки какие-то летают и решила ананасик порезать сейчас, чтобы он, не знаю, может он еще и не спел и не спел, может я все-таки рано его режу, да нет, вроде бы нормально было, но сейчас попробую, хотя он начинает уже даже подгнивать, там такие ананасы лежали огромные, не знаю, килограмм по три, по четыре, хотя сколько обычный ананас весит, может он и весит три килограмма, ну короче, здоровые ананасы, вот, евро килограмм, и прям выбрать было не из того, что не из чего, а то, что они огромные, куда нам такой, нам этот на неделю, вообще-таки, что толстый, не пойму, посмотрю тележки, вот такие вот несут тележки люди, когда едят колбасу, малобасу, я девочки и мальчики колбасу уже сто лет не ела, такая вот, знаете, валькампа продается, вареная копченая, блин, такая вкусная, она, по-моему, румынская, пробую, какой-то странный, не сильно сочный, не сильно сочный, знаете, там, где у него жопка, он всегда вкуснее, ананас, а там, где вот это вот, вот это вот растет, там не такой сладкий, бля, как вытащить, о, твою девизию, ничего, не, ну ты посмотри, о, бля, запихала, твою мать, не будет никак, знаете, что хочется, зубами помочь, всегда, когда что-то не справляешься, зубами помывается, ну как, о, прикол, пыжилось, пыжилось, а он легко открывается, кино и немцы, так, где крышка, вот, а с крышками у меня всегда проблема, одну нашла, не знаю, почему, с крышками у меня всегда проблема, всегда куда-то они деваются, вот так вот, складываю, кстати, это тоже, от ананаса, покупала раньше, ошкуренные ананасы, вот, а потом думаю, что я буду переплачивать, хотя иногда выходит, тоже на то же, что уже готовый купишь, ошкуреный, что не готовый, вот так, и потом достаем, и едим, когда нам надо, и когда не надо, тоже, вот, вот, где жопка вкусненькая, и серединка какая-то мягкая, у меня потом она от ананаса, вот тут вот, как это, как аллергия идет, он тут лопается, и во рту, вот такое, знаете, в горло, такое покалывание идет, слушайте, какая-то серединка вкусная, обычно она твердая бывает, ее выбрасываем сюда, а тут вкусное, безотходное производство, буду крышку искать, вот куда она делась, мы тут со днями гуляем, Таня, скажи всем привет, привет, всем, мы пока это, замаскированы, а вот, мы с Таней уже оприходовали, она на стиль красивый, пойдет матриль украшать, а я поля, а ты поля, не врежешься в стол, могу и врезаться, вот, такие вот у нас прогулки, по Москве, ну все, ты тут уже поняла, где чепачок, да? да, я вернусь, я помню, в магазины, погулять, я уж тут каждый день гуляю, мне же они надоели, да, а ты видишь, свет выехала, наконец-то доехала, раз в две недели приезжаю, чаще не приезжаю, раз в две недели, раз в две недели, а больше не надо, ну ты будешь в следующий раз тоже, ну что, друзья, все, будем укладываться, кашка на завтрак, завтрак будет у меня такой вкусный, кашка, малашка, а на ужин у меня будет хурма, сейчас помою, или может быть грейпфрут порезать, как вы думаете, хурма какая-то твердая, давайте грейпфрут посмотрим, какой у меня там сюрприз, идет, может быть тоже там, этого грейпфрута, помэло, сгулькин нос, кстати, вы знали, что вот этой щеточкой, очень хорошо мыть посуду, щеточкой, сеточкой, хорошо мыть посуду, но у нас есть для этого, специальные фигнюшки, ну-ка, ну-ка, интересно, что тут, это побольше, смотрите, здесь повеселее, остальное, убираем, а тот, кушаем, ну все, друзья, всего вам самого на лучшего, и всем пока-пока!